По статистике, перед Новым годом многие люди тратят на салюты десятки тысяч рублей, чтобы после праздника им не потратить столько же или даже больше на лечение от использования некачественной пиротехники. В декабре сотрудники МЧС проверяют все точки продажи фейерверков. Мы заходим, смотрим, как хранятся пиротехнические изделия, спрашиваем у продавцов сертификаты, на пиротехнические изделия. Причем на каждый вид продукции должен быть свой документ, который вправе попросить любой покупатель, а продавец должен предъявить его по первому требованию. Сертификате обязательно орган, который выдает сертификат, изготовитель, который изготовил данную продукцию, продукция, как называется, ее код обязательно, и дата, до которой он действительно. К слову, страна-производитель пиротехники может быть любой, но помимо документов нужно обращать внимание еще на некоторые важные детали. Также подробные инструкции по применению, выполненные на русском языке четким и хорошо различимым текстом. Сотрудники МЧС предупреждают, что первая опасность в фейерверках кроется уже за тем, как их продают, а потому предостерегают всех от покупки пиротехники на рынках, в ларьках, у случайных прохожих, а также в интернет-магазинах. Одно из главных требований к продаже пиротехники, чтобы она находилась за стеклом. Таким образом и салюты, и люди защищены друг от друга. Но даже полностью сертифицированная пиротехника может нанести вред человеку. Помимо правил хранения таких изделий, важно помнить о том, что их использование также сопряжено с опасностью. Например, категорически запрещается использование такой продукции в крытых помещениях, а на улице располагать фейерверки нужно только на ровной поверхности. К тому же нельзя забывать и о соблюдении дистанции до окружающих объектов. 30 метров от жилых зданий, строений, сооружений. Плюс, чтобы не было нависающих веток деревьев, линий электропередач или других конструкций. По закону пиротехническую продукцию запрещено продавать детям младше 14 лет. Но существуют и такие виды салютов, которые смогут купить даже не все взрослые. Всего 5 классов пиротехники. Первые три абсолютно всем знакомы и находятся в свободной продаже. Бенгальские огни, хлопушки, петарды, салютные батареи и так далее. Чтобы купить 4 и 5 вид, нужно предъявить удостоверение профессионального пиротехника. Кстати, учат такой профессии в Москве. И помимо одноразовой учебы, каждые три года необходимо повышать квалификацию. Если углубляться в физику, то сила разрыва от салютов 4 и 5 видов составляет более 2000 кДж. В основном их используют для массовых праздников. Ну, выезжаем куда-нибудь на безлюдное место. И в прошлом году на маяк выезжали. Сейчас там маяк, говорят, перекрыли, не знаю, еще не думал куда. И отпускаем. За один раз все и пускаете? Ну, практически да. По мнению специалистов, много травм при запуске салютов происходит от того, что люди не ожидают, как поведут себя те или иные ферверки. Поэтому многие продавцы сделали видеопрезентацию своих товаров. И перед тем, как купить запакованную пиротехнику, можно посмотреть, как она выглядит на самом деле. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом. Продолжение следует...